Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем беседы по книге-притче Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. Напоминаю, что читаем мы сразу два текста. Текст один и тот же, но в разных переводах. Читаем непосредственно мы перевод, который сделан профессором Юнгером из греческого языка. Читаем мы его потому, что из греческого языка сделан перевод церковно-славянский, который мы слышим в церкви. Параллельно мы читаем текст синодальный перевод, который сделан из языка еврейского. Иногда эти тексты практически совпадают. Иногда они дополняют друг друга, иногда говорят о разном. И мы эту разницу стараемся вместе осмыслить. Итак, мы переходим к 18 главе. Премудрый Соломон говорит о глупом, неправедном человеке. Человек, желающий отделиться от друзей, ищет предлога, но всегда будет поносим. Не нуждается в мудрости скудаумный, потому что более вводится неразумием. Когда достигнет нечестивый до глубины зол, не родит и находит на него бесчестие и поношение. Вот уже это вступление, эти первые три стиха, они показывают, что для Соломона главной такой бедой человека может оказаться не его бедность, не его болезнь, а в первую очередь его глупость. Его неправедность. И первые и вторые стихи отличаются в синодальном переводе и в переводе Юнгеровым. В синодальном переводе мы слышим следующее. «Прихоти ищет своенравный, восстает против умного». Здесь это не разные оттенки, а просто практически разные тексты. И второй стих. «Глупый не любит знания, а только бы высказать ум свой». Здесь говорится о том, что с куда умной водится неразумие. Но в чем это неразумие проявляется? Как уже не раз говорил Соломон, в том, чтобы выказать свой ум, при том, что он не способен к трезвым оценкам и к праведным мнениям. Далее четвертый стих. «Разум в сердце человека — глубокая вода, а источник жизни — быстротекущий поток». Четвертый стих также несколько отличается. В синодальном переводе говорится. «Слова уст человеческих — глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток». Но так или иначе, мы видим, что здесь нет противопоставления одному и другому. То есть разум человека, его внутреннее, внутреннее хранилище его сердца, как глубокая вода. Глубокие воды в Библии — это такой образ силы, образ мудрости. И источник жизни — быстротекущий поток. То есть жизнь опять связана вот с этой водой, которая есть внутри человека. То есть эта мудрость, она внутри пребывает, и тогда источник жизни оказывается быстротекущим потоком. Далее. «Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому и несправедливо извращать правду на суде. Уста безумного приводит его к бедствию, и дерзкие его слова призывают смерть. Уста безумного гибель для него, и язык его, сеть для души его. Ленивых низлагает страх, а души женоподобных будут алкать». Подразумевается под женоподобными, насколько можно понять, люди нерешительные. То есть ленивые боятся начинать дело, а нерешительные, как параллель с ленивыми, только несколько иное основание у них для бездействия. Они ленивые не хотят начинать, а нерешительные боятся, что у них ничего не выйдет. Далее 9 стих. «Не врачующий себя в делах своих, брат губящему себя». То есть тот, кто не врачует себя в делах твоих, тот, кто о себе не заботится, тот, кто не исправляет своих дел, тот, кто не заботится о том, чтобы они были здоровыми, тот, кто не смотрит на себя и на свою жизнь, и не заботится о своем внутреннем и деловом здоровье. То есть внешнем здоровье. Это тот, кто практически губит самого себя. «Имя Господне, величайшая сила, прибегающие к нему праведники возвышаются». Это совершенно отдельная тема, конечно же, разговор об имени Божьем. Сложная и довольно серьезная, но мы знаем, что прибегающим к имени Господнему может быть назван человеком, человек, который молится, то есть обращается к Богу. И если кратко получается этот текст растолковать, то получится следующее. «Обращение к Богу величайшие силы, прибегающие к нему, то есть к Богу, называющие Бога, призывающие Бога, они возвышаются». И далее. «Имение богатого человека крепкий город, а слава его весьма затмевает других». Этот одиннадцатый стих отличается от того, что мы видим в синодальном переводе. Здесь «имение богатого человека крепкий город», а в синодальном переводе «имение богатого крепкий город и как высокая ограда в его воображении». То есть здесь «имение богатого» представляется чем-то реальным и подлинным, а синодальный текст как бы подмечает, что это богатство, это слава, этот крепкий город существует только в воображении богатого. На самом же деле он не менее неустойчив, а может быть и более на своих путях, чем человек бедный, но праведный. «Перед падением возносится сердце человека, а перед славой смиряется». Этот двенадцатый стих, я хотел бы заметить, что далее, начиная со стиха восьмого и все остальные стихи, они идут с некоторым, то есть они по-иному исчисляются. Вот, например, стих одиннадцатый и двенадцатый, к которому мы сейчас переходим в синодальном тексте, это двенадцатый и тринадцатый, соответственно. «Перед падением возносится сердце человека, а перед славой смиряется», это двенадцатый стих. Но этот же стих в синодальном переводе тринадцатый. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». славе. И далее, кто дает ответ, не выслушав, тому безумие и поношение. Опять, что значит, кто дает ответ, не выслушав? Это означает, что человек, который дает такой ответ, это человек, который думает, что он умнее всех. Человек, который спешит высказать свое мнение, даже не выслушав, о чем его спрашивают. Вот такой человек, который постоянно показывает свой ум, который считает себя самым умным и самым мудрым, он для Соломона предмет насмешки и поношения. И далее, 14 стих, соответственно, в синодальном переводе 15. Гнев мужа укращает разумный раб, малодушного человека кто стерпит? То есть здесь в данном случае благоразумный раб это тот, кто является прислугой, но в данном случае, если он благоразумен, он может успокоить хозяина, то есть успокоить старшего, может усмирить его гнев. Это, конечно же, речь идет о том, что мудрый человек, даже если он находится в подчиненном положении, он может своей мудростью настроить на правильный лад, настроить на праведную жизнь человека, который не способен себя держать в руках, но и при этом человека более высокого в социальном смысле. Сердце разумного приобретает знания, а ухо мудрых ищет смысла. Дар человека дает ему простор и сильными поставляет его. Обвинитель в первой речи своей на суде прав по отношению к себе, но когда выступит соперник, он изобличается. Вот опять, что значит обвинитель в первой речи своей прав на суде по отношению к себе? То есть когда мы выслушиваем одного человека, нам кажется, что он прав, потому что мы не знаем другого мнения. Но когда выступает соперник, глупость первого и его неправота может изобличиться. Сегодня мы очень часто сталкиваемся с подобными вещами. Человек, например, который не разбирается в истории, который не разбирается в науке, может слушать каких-нибудь людей, которые считают себя чуть ли не первооткрывателями или теми, кто наконец-то расскажет всем истинное положение дел. Но когда такой человек сталкивается с серьезным, например, ученым, с человеком, который знает, о чем говорит, такой человек оказывается посрамлен, потому что он говорил от своего ума, но не от подлинного знания. Споры успокаивает молчаливый и решает между сильными. Несколько иначе этот стих звучит в синодальном переводе. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Действительно, если люди спорят о чем-то, допустим, о своем первенстве или о каких-то других вопросах, то им может помочь жребий. Но синодальный текст здесь уходит в сторону внешнего такого решения. А перевод Юнгерова и греческий текст, соответственно, говорит о другом, о праведности самого человека, о том, что спор можно решить не через внешние некоторые решения, споры успокаивает молчаливый и решает между сильными. То есть человек, который не спорит, человек, который не... не в смысле, что он не отстаивает истину, но человек, который готов поступить мудрее, который не ведет глупых споров, который не ведет спор ради спора. Брат от брата вспомоществуемый, как город крепкий и высокий, силен, как прочное царство. Соломон, сопоставляя эти явления, показывает, что люди, которые спорят, они в итоге приходят к раздору, но те, которые вспомоществуют друг другу, братья, как город крепкий и высокий, как прочное царство. От плодов уст человек насыщает чрево свое, и плодами уст своих он насытится. Смерть и жизнь во власти языка, и владеющие им вкушают от плодов его. Соответственно, от плодов жизни или от плодов смерти. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил от Бога радость. Кто изгоняет добрую жену, тот изгоняет счастье, а содержащий прелюбодейку безумен и нечестив. Очень важно, что для Ветхого Завета брачная этика оказывается довольно существенной частью жизни, и верность в браке, преданность браку, преданность своей любви оказывается очень важной основой вообще всей духовной жизни. «Изгоняющий добрую жену, изгоняет счастье, а содержащий прелюбодейку безумен и нечестив». Священникам сегодня очень часто приходится сталкиваться с такими проблемами, когда человек, подвергаясь, идя на поводу, точнее, у собственной страсти, у собственной влюбленности, например, разрушает брак, при том, что никаких оснований серьезных к этому нет. Просто из желания, скажем так, быть счастливым здесь и сейчас. Когда-то Клай Стейплс-Льюис написал замечательное небольшое произведение «Право на счастье», где он как раз говорил о людях, которые бросают собственные семьи ради тех, в кого они в данном случае влюбились, вот мимолетное такое увлечение, и они говорят, ну мы же имеем право на счастье, почему мы должны быть несчастны в своих собственных семьях, когда вот мы здесь сейчас полюбили друг друга и хотим быть счастливыми. И Льюис показывает, что такой человек на самом деле не будет счастливым, потому что на чужом несчастье нельзя построить собственного. И Соломон прямо говорит, кто изгоняет добрую жену, тот изгоняет счастье из своего дома. Но, к сожалению, очень часто люди слишком поздно это понимают. Далее он переходит к другой теме. «С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо». Действительно, к сожалению, очень часто человек ведет себя по-доброму, ведет себя учтиво, не тогда, когда это является для него просто чем-то естественным, а тогда, когда его вынуждают к этому обстоятельства. И когда он нищий, или когда он без силы определенной, без власти, он говорит учтиво и по-доброму, но как только он эту власть получает, становится грубым. И далее Соломон продолжает. «Бывает друг, любящий дружбу, бывает друг, любящий только дружбу вести, и бывает истинный друг, более привязанный, нежели брат». Этот текст несколько отличается от того, что мы видим в синодальном переводе. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг, более привязанный, нежели брат». Синодальный перевод понятнее, но он никак не объясняет того, что говорит текст Юнгерова. «Бывает друг, любящий только дружбу вести». Что это значит? На самом деле все просто. Вести дружбу, то есть заводить друзей. Есть люди, которые очень дружелюбны, и им приятно скорее дружелюбность и большое количество друзей, чем подлинная дружба, которая может быть не так многословна, то есть у человека, который стремится к подлинной дружбе, не будет огромного количества друзей. То есть один, скорее такой легкий, привыкший к мимолетному общению, дружелюбный, но истинный друг, бывает более привязан, нежели брат, говорит Соломон. И, конечно же, мы должны ко всем людям относиться дружелюбно, но легкомыслие не должно заполнять наше сердце. Мы должны стремиться быть истинными друзьями друг к другу. Всего доброго.